Переможцам вселетних областных дожинок по вытворчасти сборжа стал Жлобинский район. Темп росту волового сбору зерня за последние три годы тут досягнул 130%. Лепшая господарка и у этой номинации названа экспериментальная база Крынишная Мазырского района. Такие дазины огучены по час сегодняшнего областного свято працевников везки. По святочных пляцовках дожинок пройшли наши корреспонденты. До областных дожинок Мазыр рыхтавал все грунтовно. Правда, неких значных проблем не узникало. Усе пытания, что приходилось выращать, можно аднести до категории рабочих. Недзе необходимо было надать новый выгляд фасадам жилых домов. Недзе адновить лесвецы. Одразнения от інших городов Гомельшины гэтые сбудования тут мают особливое значение. Улишваючи мясцовый, практично горный ландшафт, лесвецы тут являются свои особливыми магистралями, які звязывают розные районы города. Под час дожинок гэтыми коммуникациями активно корысталися гости свята. Які им кнуліся ознайоміцца з мясцовымі славутостями. Хоць ў вогуля паглядзець на дожинках 2020 ёсь на што. Яшэз восьмігадзін раніцы тут пачалі прасаваць выстава сушасныя сельска-гаспадаршый тыгнікі і тематычныя экспазіція. У гэтым годзе на Гомельшыне пачалі мэтэна керавана розвіваць яшэдзін сельска-гаспадаршына керунок – пчалаводства. Мы пытаемся продвінуць продукты пчалаводства, штоб пасічнікі увілічіваліся в разы, штоб мёд был доступен всім і каждаму. Мы хатім абучаць пчалаводав, праизвадзіць абарудування для пчалаваждення. Тобто і улья, рамкі, апідомікі, тобто і здоров'я в кажды дім. Головна свята працівнікол вёскі Мазыр прымая не у першыню. А маль 20 годзе тому тут проходзіли рэспубліканскія дажынкі. Сёння – абласныя. Причым ні тады, ні зараз господарам не було соромна за вынікі сваёй работы. Мазырскі район – саправдны лідар. І з гэтым тяжка спрашацца. Якщо переводити тему на отрасі сільського хозяйства, то Мазырський район є флагманом у нас на Гомельщині. Хоча, конечно, є ще резервы дісяження, увеличення і продукційності сільськохозяйстві, і урожайності. Ну а то, що касається зерноуборки, то, учитывая то, що у нас є арендовані площади на Равлянському районі, то у нас 106,5% росту валового збору зерноубору зерновых коласавых к уровню прошлого года. Сільська господарка галіна особливая. Адвынікаў яя работы напрямую залежыць харчовая безпека країны. Сьогодні же хары Беларусі полностью забезпечаны продуктами харшавання. Прышым – самай высокой якості. У падтвержыня ўсяго някалькі лишбаў. Кожны дзень же хары толькі Гомельскай в області набываюць 375 тонн молочной продукцій, 70 тонн каубасных вырабал, 200 тонн мяса птушкі і каля 1 мільйона яек. У сваю жаргу сільська господаршыя предприємства, які досягаюць высокіх вытворшых пакашыкал, могут забезпечуваць сваім прасаунікам адповедны узровін жыця. Средня зарабанна плата за 9 месяцев этого года у нас по хазяйству составила 1500 рублей. Ну и натуроплата, я думаю, што многі в нашай області знают, потому што нашам примеру следовали многі хазяйства. Хороший соціальны пакет в виде натуроплаты. То, што мы праізводзім, все это імеют в перу очередь наші работнікі. Дарэжі сёння дырэктор Саугаса комбіната ЗАРА Олег Слінко был узнагароджаны гэнаровы граматы адміністрація президента Беларусі. Профісіоналізм і самоаддача гэта бадай галунная складаючыя поспіху хлібаробаў. Хоць спрашацца ніхто не будзе, без сучасной техніки спадзявацца на высокіе вытворчыя пакашыкі вельми тяжка. У гэтым плані Беларусі сапрауды ёсць, чым ганарыцца. Арганізаванная ў рамках абласных дажынак выстава яшы адну пацвержыня таго факту, што айчынная сельска спадаршая техніка на узроўні лепшых сусветных аналогаў. Гомсельмаш является лидером производителей сельхозтехники, которая пользуется спросом практически во всём мире. Мы входим в пятёрку самых крупных предприятий, которые изготавливают аналогичную технику. Наши основные поставки, естественно, это Республика Беларусь, где около 80% всего парка техники является Гомельской, которая выполняет аналогичные техпроцессы. Мы представлены широко на рынке Российской Федерации, в Казахстане, Украина. Наша техника известна и далеко за рубежом. Узнагаружыванне пераможцов бадыгалуное мероприемство, якое проходзець у рамках дажынок. Лепшым по вытворчасті збожжа стал Жлобінский район. Темп росту валавого збору зерня за опошніе три гады тут досягнул 130%. Лепшой господаркой у гэтай номінации названная экспериментальная база Крынішная Мазырского района. Практично треть комбайновых экипажа намалатіла больш як тысячу тонн збожжа. Пераможца з вынікам 2674 тонны экипаж Ивана Вырвіча Загракамбіната Холміч Рэшэскага района. Лепшый водитель надвозцы зерня Рыгор Малошка з акционерного товарыства Чамерискі, што на Брагиншыне. 2457 тонн. І бадай самый головный вынік, на які працавала уся в область. У гэтым годзе сабраны ураджай оказаўся на треть больш за летошні. В цякушым году мы получили больше ураджай, чем в прошлом году. Большим на 30% намалатили более 915 тысяч. Конечно, када мы пасматрели и вернулись к истории цих лет, увидели, што Холмічына можат малатити более миллиона. Пэтаму на сёняшній день мы, конечно, не станалися на этом. І ўже закладываем ураджай следующего года. Наша задача – малатит немели миллиона тонн в следующем году. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадиокампания «Гомель» з Музера.